Мы несколько раз упоминали две худшие категории среды всего человечества, две категории, из-за кого всегда разрушалась целостность этой умы, целостность, начиная от села, от района, от города, от республик, от халифата. Две категории всегда были причиной раскола в обществе. Первая категория – это предатели. Они начинали это дело люди, которых купили будто за деньги или власть и так далее, и завершали их работу тугодумы. Люди, у которых тяжело думают, тупые люди другими словами. У кого тугое думание, тугодум – это не такое задевающее слово. У кого тугодумать, получается. Вот две категории были всегда. Ни один из здесь сидящих людей, наверное, не считает себя, не относит себя ни к одной из этих двух категорий, и дай Аллах, чтобы ни один из нас таким не оказался. Потому что все сюда пришли на утренний намаз, веря и надеясь на милость Всевышнего Аллаха. Но, как бы там ни было, акла, разум – это дар, который Аллах дал, его очень мало. Но это самый важный, нужный такой дар. И то, что есть, хотя бы если мы ценить не будем, мы в легкой можем оказаться в одной из этих двух категорий. Вот есть такая категория людей в наше время, в уме Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, среди мусульман, которые говорят, что за хадисом следовать не нужно и нельзя вообще. Нужно следовать только за книгой Аллаха, за Кураном. Почему? Потому что насчет Курана, говорят, ни у кого нет никаких разногласий. Это речь от Аллаха. Все мусульмане, они объединились вокруг того, что это речь Аллаха, там все достоверное. Насчет хадисов, там, говорят, есть много-много тысяч. Имам Ахмад, говорят, миллион хадисов знал. Имам Хаким, рахим, мало все хадисы, то, что в мире были, все хадисы знал. Дарву Хутни, говорят, вы не переживайте, говорят, что в наше время какие-то враги ислама придумают хадис. Пока я живой, говорят, я все хадисы знаю, никто, говорят, не сможет это придумать. Вот. А насчет хадисов, говорят, эти люди, говорят, есть разногласия. Где-то есть достоверный хадис, где-то есть выдуманный хадис, уровень слабого хадиса, есть такие хадисы и так далее. Поэтому мы, говорят, можем заблудиться, если за хадисом последуем. Пока есть Коран, речь Всевышнего Аллаха, зачем нам следовать за хадисом, которые там есть и придуманные, выдуманные хадисы, слабые хадисы и так далее. Мы не хотим заблудиться. И люди поверили, подумали, это же серьезный аргумент. Они подумали, что они самые умные, на самом деле, это же тугодума. Потому что Аллах в Украине говорит, «Исмилляхи рахману рахиму, вам арсал намир расулин, илля ли ют-а'аб би-ид-ни-лях». Мы, говорят, не ниспосылали ни одного из посланников, кроме как для того, чтобы им подчинялись по велению Всевышнего Аллаха. То есть каждый посланник, которого я посылал, говорит Всевышний Аллах, я его послал только для того, чтобы вы им подчинились, говорит, каждая умма. За его словом, чтобы последовали. В другом аяте Аллах говорит, «Бисмилляхи рахману рахиму, ма ютихир расуле, агат ата Аллах». Кто подчинился посланнику Аллаха, тот подчинился самому Аллаху. В другом месте Аллах говорит, «Бисмилляхи рахману рахиму, ва ма атакуму ар-расуль ахудуху, ва ма атакум ар-расуль ахудуху, ва манахакум ан-анху ан-таго». То, с чем пришел посланник Аллаха, вы этого придерживаетесь, говорит Аллах. А то, от чего вас посланник Аллаха предостерегает, то, что он вам запрещает, вы от этого воздержитесь. В другом месте Аллах говорит, «Бисмилляхи рахману рахиму, атиу Аллахи ва атиу ар-расуль аулил амру минкум». Вы подчиняйтесь Аллаху, его посланнику и вашим руководителям, говорит Аллах. В другом месте Аллах говорит, «Бисмилляхи рахману рахиму, ва ма анзална дзикра илляли тубайина линнасе мануззыл ляхум». Мы, говорит, не спослали Это Коран только для того, чтобы ты разъяснил им, что было им неспослано. Чтобы ты разъяснил о Мухаммаде, не чтобы они Коран убрали, и как сами понимают, чтобы читали. Если они это будут делать, получается неспосылание этого аята, за которым эти люди сами требуют, чтобы мы последовали, они этот аят аннулируют, и все те другие аяты тоже аннулируют. И таких очень много есть аятов, мы можем их много-много приводить. Вот эти люди, как по вашему мнению, куда их можно отнести? Либо предатель он, которого враги ислама купили, чтобы люди стали понимать в Коран, как сами этого хотят, либо это получается долгодумы, которые поверили этому аргументу, якобы такому зрелищному аргументу. Сколько есть аятов в Коране, за которыми Амал делать не нужно? Они отмененные аяты. Аллах отменил этот аят, не спасла другой аят, который заменил это решение. А тот аят, он уже отменен, уже нету решения, за ним Амал делать не нужно. Уже нужно за новым аятом Амал делать. Теперь человек, если пророк с Аллахом не разъяснит, какой аят отмененный, какой отменяющий аят, как мы поймем, за каким аятом фюкма делать? Сколько было неспособлено аятов о запрете на спиртное поэтапно? Есть еще такой аят, из которого мы можем понять, что спиртное оно дозволенным является. Как мы поняли бы, что этот аят аннулирован? Он в Коране есть аят, но в решении оно аннулировано. Нам об этом рассказал пророк салаллаху алейхи вассалям. Понимаете же, да? И вот так такая есть пропаганда. Теперь мы переходим к следующему вопросу. Вот, например, имам Бухари, рахима Аллах, приводит хадис о временном браке, что дозволяется заключать временный никах. Поняли же, да, временный брак, что такое? А есть другой хадис, где пророк салаллаху алейхи вассалям, запрещает временный брак. Теперь берет человек, который говорит, нужно следовать. Одна категория ушла, которая говорит, только за Кураном следовать нужно. Мы их определили, мы их поняли. Следующая категория теперь. Куран и хадис говорят. Дальше говорят, мазхабы мы не признаем. Вот, берет человек, имам Бухари, книгу хадис, находит этот хадис, что временный брак, он дозволен. Теперь приходишь к этому человеку и говоришь, если ты не против, я бы хотел на твоей сестре на две недели никах поставить. Если ты не против. Как это понятно, он говорит? Конечно, против говорит. Или как это против? Ты за пророком не следуешь, что ли, салаллаху алейхи вассаллаху алейхи? Вот же имам Бухари, который ты говоришь, самая достоверная книга в мире, а там уже написано, что временный брак дозволенный. Что теперь человек скажет? Сам себе шах и мат поставил человека. Правильно же? Если бы нам эти имамы, мазхабы, если бы нам не разъяснили, какой хадис аннулирован, какое было слово посланника Аллаха саллиаллаху алейхи вассаллим позже, для чего это было? Вот человек, например, пророку саллиллаху алиху 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 алих красную одежду. Что теперь получается? Теперь враги ислама говорят, видите, что получается? Сам посланник Аллаха запрещает вам, а сам пользуется. Значит, у него есть какая-то цель. Так же человек скажет. Оказывается, вообще дело было не в красном цвете. Оказывается, на одном была красная одежда, подобная религиозному человеку, не признающего пророка. Какой-то религиозный человек, который одежда, форма была определенная. Не цвет, оказывается, проблема, а вот его форма одежды, чтобы не уподоблялся на другом была, другой формы одежды, на женскую одежду похожая. Оказывается, не цвет и проблема была. Теперь как мы поймем, из этих хадисов запрещается красный цвет на или же не запрещается. Нам это разъяснил имам Шафи Ради Аллаху Ангу. Вот имама Шафи Ради Аллаху Ангу слова тоже мы не в состоянии же понять. Вот, допустим, имам Аль-Байхабы Рахима Аллаху. Мухаддис, такой великий ученый про него, имам Аль-Харамайни, имам Аль-Джуайни сказал, есть каждый говорит шафиит, каждый имам Мазхаба, следующий имам Шафи Мазхаба, он обязан, он находится в долгу перед имам Шафи, за его труд, который он проделал ради нас. Коран и хадис он нам разъяснил, иначе мы заблудились бы, иначе мы думали бы красный цвет тоже харам носить, это тоже делать нельзя многое, чего мы неправильно поняли бы. Имам Байхабы, он настолько поддержал Мазхабы, он на каждую его хукму, он так сказал, он хадис приводит, такую целую книгу он составил большую, в поддержку Мазхаба имама Шафи. Имам Аль-Джахабы говорит, на самом деле говорит, да, имам Джуайни, имам Аль-Харамайни, имам двух святин Мекки и Медины, он говорит, право. Почему? Потому что имам Байхабы говорит, такого уровня был человек, что он сам мог свой Мазхаб составить, однако он этого делать не стал, он говорит, пошел в поддержку Мазхаба имама Шафи ради Аллаханга. Если бы не имам Аль-Байхабы, как мы поняли бы его Мазхабы, слово имама Шафи? Если бы не имам Навави, например, как мы поняли бы слово имама Шафи ради Аллаханга? Если бы не Ибн Хаджар Аль-Хайтам, если бы не имам Рамли, Хатибу Ширбини, Закаря Аль-Ансары, как мы поняли бы слова имама Навави? Если бы не наши Аль-Ма, которые в наше время нам преподают эти книги Ибн Хаджар и так далее, как мы поняли бы вообще Аль-Ма, что такое? Понимаете, какая это система? То есть, когда человек себя относит ко Всевышнему Аллаху, Абдуллах, раб Аллаха означает. Это не значит, что он не имеет права себя относить к пророку Мухаммаду, саллиллаху али-Ассаляму. Он к Аллаху тоже относится и к пророку Мухаммаду, который он относится. Правильно же? Когда человек относит себя к пророку Мухаммаду, саллиллаху али-Ассаляму, и он относится к себе к имаму Шафию, саллиллаху али-Ассаляму, это не значит, что он отрицает пророка, саллиллаху али-Ассаляму. Он за пророком последовал в понимании имама Шафия так же, как он последовал за пророком, саллиллаху али-Ассаляму, то есть за Всевышним Аллахом в понимании пророка, саллиллаху али-Ассаляму. Понятно же, да? Сам пророк говорит, мои сподвижники, как звезды, за кем бы вы из них не последовали, за любым из сподвижников, вы будете, говорит, на верном пути. Слышали такой хадис? Кто им навредил, говорит, он мне навредил. Кто мне навредил, тот Аллаху навредил. Тот, кто Аллаху навредил, Аллах говорит, того не оставит. Такой хадис тоже есть. Не были разве среди сподвижников те, которые пили спиртное? Был такой нурман, ради Аллаху ангу, который стал причиной выигрыша целого Газавата. Битва при Хандахе, которая Газават когда был, он такую роль сыграл. Он стравил две вражеские силы, которые объединились против пророка с Ролюсом, он их против друг друга стравил. И мусульмане одержали вверх. Но он постоянно пьяным ходил. Пророк с Ролюсом не говорит, за всеми сподвижниками следуйте, только за нурманом не следуйте. Почему? Потому что пророк с Ролюсом не говорит же, следуйте за ним в распитии спиртного. Он же его не перестал любить. Он же о нем плохо не высказывался. И другие сподвижники не говорили, а нурман пьешь, человек там все, их ошибки не шпионили никогда. В чем нужно было следовать за сподвижниками, за любыми сподвижниками, независимо от их благих деяний или же каких-то грехов? В их понимании религии. Иман, ислам и иссан. Как они понимали в этом? А не в их каких-то неправильных поступках. Понятно же, да? За имама Шафи, радия Аллаху, тоже следовать нужно именно в понимании его, к чему он, как он понял Коран, Хадис, иман, ислам и иссан. А не в каждом его поступке, если он даже что-то по жизни делал неправильное, это не значит, что за этим нужно моментом конкретно следовать. И вот на сегодняшний день эта организация, которая называется Муфтият, это единственная организация у нас в республике Дагестан, вокруг которой большая часть мусульман объединилась. Больше нету такой организации. Это не частное, не чье-то место, это всеобщая мусульманская, лагистанская организация. И там что-то есть. Там есть именно Коран и Хадис, иман, ислам и иссан в понимании имама Шафи, радия Аллаху, там правила есть и все. Там поставленные рельсы есть и все. И каждый, кто хочет идти по правильному пути, он может на эти рельсы встать, изучить и пойти прямо. А поступки работнику муфтията или же людей, относящих себя к муфтияту, они ни о чем не говорят. Так же, как человек на сегодняшний день увидел, что какой-то муфтиатовский работник что-то не то сделал, там в духовном центре что-то было, там это было, то было, кто такие вещи, кто говорит, этому человеку прямой такой вопрос. Вот ты себя к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, относишь? Да, отношу, говорю, любой мусульманин. Виноват ли пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в том, что ты гибат делаешь? Гибат 30 раз хуже, чем зина совершить. Правильно же? Это очень мерзкий грех. Могу ли я в судный день сказать, о Всевышний Аллах, твой посланник, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, стал виновником того, что этот человек гибат делал, что этот человек наркоманил, что тот мусульманин людей убивал. Могу я сказать или не могу сказать? Вопрос я конкретно одному человеку задал. Нет, говорит, не можешь. Тогда давайте будем справедливыми, говорю. От того, что муфтиатовский какой-то работник, неидеальный человек, где-то ошибку допустил, зачем ты как шпион, ищешь его недостаток и выявляешь этот недостаток. Разве сподвижник этого Нуймана, ради Аллаху ангу, то, что он спиртной распивал, его недостаток выявляли? Не было же такого права у ахлю сунного аль-джама'а. Никогда такого не было. Просто цель разрушить целостность нашей умы. Поэтому эти люди, они находятся в одной из двух категорий людей. Либо предатели, либо тугодумы. Другого варианта нет. Понятно же, да? К чему я все это говорю, вы, наверное, поняли. Много в наше время бывает ошибок. Хороший такой спортсмен, тренер такой, который всю жизнь призывал к здоровому образу жизни, который воспитал достойных чемпионов, его сын наркоман, к нему звонят из полиции и говорят, твой сын, говорит, здесь наркоман. Как ты мог такое допустить? Он что ли своего сына обучал наркомании? Он же не обучал его. Он же наоборот ему говорил. Он пришел туда в тюрьму и говорит, ты меня опозорил, говорит. Как я сейчас пойду, другим буду что-то говорить? Поэтому наше поведение, оно ни о чем не говорит. Школу вызывают, например, родители вызывают, твой сын говорит, плохо учится. Отец не говорит, что ли, хорошо учись? Муфти, что ли, республики Дагестан, не говорят работникам Дагестана, ведите себя достойно. На утренний намаз ходите, на все пять намазов ходите. Ведите себя достойно же, говорит. Если, например, работники себя достойно не ведут, если люди, которые в аргад пошли, себя достойно не ведут, если мусульмане, которые себя к пророку, достойно не ведут, это же не говорит о том, что их руководители виноваты. Неверующий человек приходит и говорит, знаю я вас, мусульман, я знаю вас, какая религия. Если бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он призывал к хорошему, то мусульмане себя неправильно не вели. Из-за вас все смуты говорят, войны говорят. Так же говорят к мусульманам. Из-за мусульман приписывают все войны, фитны и так далее. Поэтому вот так пусть Аллах нам поможет быть здравыми людьми и не быть предателями. Аль-Хамду лиллаху, Раби лаляму.